Статирует факт, да? Вот история, которую вы сказали про разбитый Р-2, но вот этот из 90-х абсолютно феерически как раз показывает то, что происходит сейчас. И говорят об этом по всем направлениям. Кто-то пишет о обуви, что обещался мастер, приходит, а там сидит какой-то непонятный человек с молотком, который говорит, я сейчас отреставирую ваши обувь, а при этом и лык не вяжет. Ну, строители это вообще отдельная тема, если вы в каком-то аббригаторе профессионалов занимаетесь. Это отдельные приготовленные для них. Надо менять закон. Надо, чтобы в законе о защите прав потребителей было четко прописано, что агрегатор отвечает наравне с тем продавцом или исполнителем, который он допустил на свою площадку. Потому что сейчас потребители уже видят этого агрегатора, они не ищут, как правило, какую-то информацию об этом продавце. Да и агрегаторы ее, как следует, не сообщают в ряде случаев. Как знает агрегатор, к нему заходит, вот он и должен перед ним отвечать. Антон Евгеньевич, но смотрите, с другой стороны, если мы переложим всю ответственность на агрегатора, каким образом, мне кажется, просто физически или как-то еще, каким образом может агрегатор проверить... Выходить на место, проверять... Да, всех, кто работает на его площадке. Это физически невозможно. А потребителя должно, в принципе, беспокоить, да, ведь потребитель знает громкое название. Да. Первое, что он находится, обращается со своим запросом в сети интернет, агрегатор. И пусть агрегатор далее разбирается с недобросовестным поставщиком товара или исполнителем услуги, да, который причинил потребителю вред. Пусть агрегатор взыскивает с него все те расходы, все те убытки, которые он возместил потребителю. И в таком случае, может быть, агрегаторы будут более досконально проверять тех, с кем они сотрудничают, кого они допускают на свои площадки. Я вижу это только так. Ну, я думаю, что вы абсолютно правы, и вот у нас был как раз представитель комитета Госдумы, до вас, Анатолий Геннадьевич Аксаков. Вот это вопрос, наверное, к нему, как к законодателю. А чего тянем? Почему, собственно говоря, закон еще, все еще так сыр и так далек от совершенства, да? То есть думцам вопрос. Господа депутаты, давайте как-нибудь шевелиться. Все-таки агрегаторы стали достаточно серьезной частью нашей жизни. Я не представляю вообще, чтобы дня не прошло, чтобы то или иной услугой агрегатора не воспользовался. И везде вот это вот постоянно, ну, кроме такси. Ну, вот еще у меня, конечно, один вопрос. Случился со мной такой случай. В одном из пунктов выдачи передо мной стоял молодой человек, который получал квадратную сумку для доставки еды. Значит, женщина, которая там работала, объяснила ему, каким образом ее нужно собрать, эту сумку. И, значит, дала ему такое наставление. Там, сфотографировала какие-то номера, там что-то он подписал. И она сказала, так, антисанитарию не разводить, людей не травить. Все понятно. Он сказал, все понятно, и ушел. И в связи с этим у меня вопрос. Я вот только тогда задумывалась, что действительно, получается же, что на самом деле за этими сумками курьеров особо-то никто и не следит, кроме их самих. И возникает у меня тогда вопрос. А действия курьеров, которые принадлежат к бренду агрегатора, это все-таки ответственность агрегатора или нет? Ну, если человек делает заказ непосредственно у агрегатора, когда он является исполнителем услуги, то да. А в остальных случаях, конечно, нет. Агрегатор всего лишь обеспечивает доставку. А по закону у нас за качество того товара, ну, в частности, еды, готовой еды, которую человек заказал, отвечает тот, кто являлся продавцом или исполнительной услуги. То есть, понимаете, даже если это был курьер агрегатора, отвечает все равно то предприятие общепита, которое вот... Ну, это тоже любопытный момент. ...являлся исполнителем. Любопытный момент. У нас вот стоит жаркая погода. Вот как доедут, простите, эти суши там до тебя? Как долго курьер пробудет в транспорте или еще где-то вместе с этой сумкой? И что было в этой сумке до того? А получается, что ответственность несет ресторан. Вот любопытная история какая? Ну, это уже отношение между рестораном и агрегатором, насколько быстро они обеспечивают курьерскую доставку. Ну, вообще, необходимо вводить как обязательное требование индикацию температурного режима. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok